Добрый день, дорогие друзья! Я наконец-таки в Польше. Уже прошла первая неделя пребывания в этой чудесной стране. И сегодня я наконец-таки решил вам рассказать и показать, где я живу, как я добирался до Польши и вообще много-много чего интересного. Поэтому оставайтесь со мной, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, комментируйте. Погнали! 8 сентября я запомню навсегда, потому что именно в этот день я отправился в Варшаву и сел на автобус. И на самом деле он очень быстро меня довез, где-то за 14 часов. Я думал и боялся, что у меня будут какие-то проблемы на границе, как это обычно бывает. Но, вы знаете, нет, прошел я ее очень быстро и у нас даже не смотрели чемоданы, так что это действительно супер и здорово. И все мои вот эти вот переживания, потому что пока я ехал по Беларуси, я все время переживал, пустят меня, не пустят, в голове крутили всякие дурацкие мысли. Нет, пустили очень легко, поставили штамп и я уже такой счастливый. Когда сел в автобус и смотрел в окно, я просто не мог поверить. И знаете, у меня была улыбка счастливого идиота, можно так сказать. Субтитры сделал DimaTorzok По прибытии в Варшаву мы сразу пошли в местные кассы, чтобы купить билеты до Гожевого Великопольске, и маленького польского города 125 тысяч населения на западе Польши. Почти граничит с Германией и до Берлина здесь около двух часов на автобусе. Так что мы пошли в кассы, купили билеты и у нас было два часа ночной прогулки по Варшаве. Мы мало чего посмотрели, но я был очень удивлен количеству велодорожек и тому, что возле каждого дома аккуратно подстрижен газон. Это просто прекрасно. А у некоторых даже были такие маленькие фонтанчики, которые поливали траву. Так что я два часа погулял даже с чемоданом с удовольствием по Варшаве. И я обязательно с Гожево потом приеду в Варшаву специально на прогулку, на экскурсию. И прям с удовольствием посещу столицу Польши. Утром мы уже прибыли в Гожев. Этот город встретил нас моросящим дождем. И мы с чемоданами по гугл-картам добирались до своего офиса, где нас должны были встретить, оформить. Очень много всякой бюрократии устроить на работу, показать, где мы будем жить. И мы где-то полтора часа просто шли по этому городу, смотрели. И на самом деле мне показалось, что на фотографиях в гугл этот город менее даже красивый, чем он есть на самом деле. И сегодня я хотел бы вам такими маленькими превьюшками показывать город, самые такие интересные и красивые места. Потому что здесь реально есть на что посмотреть. Здесь не очень много людей. Здесь тихо, спокойно, люди спокойно работают, отдыхают. Классный городской транспорт, классная набережная, классная река, классный мост, классная обзорная экскурсия. И я сегодня вам постараюсь поближе показать этот город. И я думаю, что вы тоже даже по видео влюбитесь в него. Мы, кстати, живем на таком большом пригорке. Здесь есть частные домики. И все они очень аккуратные. Везде выстрижены газоны, везде аккуратные крыши. И видно, что люди даже, которые живут в частных домах, они очень трепетно относятся к своему дому. И стараются сделать все, чтобы домик был аккуратным, красивым. И я бы даже, так сказал, фотогеничным. То есть на их фоне спокойно можно фотографироваться. Вот я сейчас спускаюсь как раз с этого пригорка. И посмотрите, какой классный домик находится прямо за моей спиной. Вот. Видите? Ну, что сказать? Европа. Как только мы въехали в Польшу, я сразу обратил внимание, что у них очень классные дороги. Они безукоризненно ровные. Они просто вот гладкие. До нельзя, понимаете? И очень много разметки. Дороги так красиво размечены, что, ну, если ты автомобилист, реально бы, когда ехал, просто кайфанул бы. Велодорожки. Все обозначено. Все светится. Всякие ограждения. Все ухожено. То есть я еду и понимаю, что только мы проехали границу, просто разница, она сразу чувствуется. Кстати, если мы начали с вами разговаривать уже о автомобилистах, об автомобилях, о разметке, то я хочу сказать, что здесь очень культурные водители и они постоянно останавливаются на пешеходном переходе. Ни одной машины я не видел, которая проехала перед твоим носом, допустим. То есть они это реально чтят и у них большие штрафы за это. Раньше Гожев был в составе Германии и назывался совсем по-другому, но после войны в 46-м году он отошел к территории Польши и здесь в некоторых строениях очень отчетливо видно, что это реально раньше был немецкий город. Так что где-то в какой-то момент иногда где-то не понимаешь, в Польше ты или в Германии находишься. Если человеку привезти сюда, а не говорить, что это за город, он скорее всего подумает, что он либо немецкий, либо польский, потому что здесь где-то так наполовину вот так вот отличаются здания и разные такие мелочи. Продолжение следует... Пока я гуляю здесь по парку, захотел вам рассказать о такой проблеме, как о том, что здесь постоянно все думают, те, кто находится за пределами Польши, о том, что здесь плохо относятся к украинцам или к приезжим, или еще к кому-то. Я работаю с украинцами и белорусами уже целую неделю. И, кстати, пока вам не забыл, если вас интересует, сколько мне платят, какая у меня работа, как я на нее устраивался, какое у меня жилье, то пишите в комментариях, если вам это интересно, я обязательно сделаю отдельный ролик для этого. Так вот, здесь нет никакой ненависти, если ты приезжаешь сюда работать, не нарушаешь никаких правил, ко всем хорошо относишься, работаешь достойно, нормально, не бухаешь тут, не пропускаешь ту же самую работу и очень уважительно относишься к стране, в которую ты приехал, то у вас никогда не будет никаких проблем. Это все человечество. Поляки всегда улыбаются, они всегда какие-то, я бы сказал, спокойные, они не паникуют, они какие-то рассудительные, и они такое ощущение, что знают, как жить, и все. Они работают, они умеют отдыхать, они не торопятся, они гуляют. По воскресеньям, кстати, сегодня звон колоколов, все, воскресенье, это святой день для поляков, они проводят его с семьей, так что тут как-то даже немножко пустына в городе. Почти пришли в центр Гожува, посмотрите просто, ну разве это не немецкая открытка? Вообще, просто класс. Я никогда, наверное, не устану гулять вот по таким вот средневековым улочкам, по мощенной дороге, это просто круть. Сзади за мной, кстати, находится какая-то стена, и, если честно, я не могу вам о ней ничего рассказать, знаю только, что она, наверное, очень старая. Надо будет почитать историю города как можно лучше, знать, где ты живешь. Я думаю, что, когда ты знаешь историю города, то он раскрывается как-то с более такой интересной стороны. Гуляю, гуляю, и понимаю, что все мои эти старания, все эти пять месяцев, или даже больше, сколько я хотел попасть в Польшу, они сейчас просто окупаются сполна, потому что я реально кайфую от места, где я нахожусь. И я уверен, что в Польше есть очень много классных мест еще, которые я хотел бы посетить. И вы знаете, у меня так все расписано, что я хочу побывать и в Варшаве, и побывать в Познании, и во Вроцлаве, и делиться с вами всеми своими эмоциями, потому что, ну, прекрасно, прекрасно, когда люди живут, я понимаю, что у них есть какие-то проблемы, но в большинстве своем люди кайфуют от того места, где они находятся, они ходят на работу в кайф, им нравится делать то, им нравится заниматься тем, чем они занимаются, вот и все. Подошли к главной площади города. Концертики. Вот, собственно, и центр Гожева, и здесь потрясающий ансамбль домов, и здесь находится костел, и, наверное, это реально центральная часть города, вот костел. Но сейчас он на реставрации, я прочитал в новостях, что недавно этот костел горел, и сейчас идут реставрационные работы. Я уверен, что как только его отреставрируют, он будет прекрасен. Также я заметил, что в Гожеве очень много памятников, реально. Хотя хотелось бы тоже изучить каждый из них, кому он посвящен. Вот кому он посвящен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Пока гуляю, смотрю, тут в центре города есть такие терраски. Я думаю, неделя в Польше прошла успешно, я все сделал, могу только сейчас работать и наслаждаться жизнью, и подумал, что может мне присесть на эту терраску и выпить бокальчик польского пива за то, чтобы у меня все было дальше хорошо. Ну, сейчас прогуляюсь, покажу вам все основные достопримечательности, интересные такие всякие домики, моменты, и вполне возможно куда-нибудь и присяду на бокальчик. Я думаю, что я это заслужил. Ребята, простите, меня может быть плохо слышно, сейчас я нахожусь на набережной, на очень красивой, симпатичной. Здесь стоит вот такой корабль, внутри там кафешки, ресторанчики, здесь протекает река Варта, и здесь же находится одноименный клуб, тоже называется Варта, в третьей лиге. Давайте я расскажу вам честно, но я написал письмо в этот клуб, он играет в третьей лиге Чиканата Польши, вряд ли я гожусь для третьей лиги, но с тем, черт не шутит, я написал свою анкету, свои какие-то достижения, скинул фотографии им на почтовый ящик, ну мало ли ответят, хотя я в это не верю, но все же. Всегда надо верить во что-то такое. Знаете, я год назад мечтал о Польше, думал о ней, каждый день я думал о ней, как поменять жизнь, как уехать. И я сейчас буду говорить как модные блогеры или какие-то мотиваторы, но мечты материальны, наверное, все-таки в какой-то мере, просто они не сразу сбываются, для этого надо как следует побороться, что-то сделать, а не сидеть на попе ровно, и тогда все будет получаться. Вот такой вот мост, и мы сейчас через него пойдем. Дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Гуляя по мосту, увидел тоже замочки наподобие таких, которые вешают и у нас влюбленные парочки или молодожены, так что любовь, она одинаковая во всех странах любите и будьте любимы. Как говорится, любовь это на всех языках мира, и тут тоже на кирпичиках пишут маркером слова любви, марок плюс Сабрина равно любовь, такая-то дата. Так что тут в этом мы схожи, ничего не поделаешь. И это, знаете, хорошее сходство. Сейчас я поднимаюсь на смотровую башню. Она, кстати, одно из главных таких строений, которые показывает Google в городе Гожев. Она видна почти на всех фотографиях. Сейчас мы посмотрим, смогу ли я туда пройти и снять вам город с высоты птичьего полета. Прикольные тут лестницы такие винтовые. Да, ребята, здесь реально обзорная башня, где можно увидеть самые красивые виды города. Сейчас вы ими вместе со мной насладитесь. можно сказать, провел вам бесплатную обзорную экскурсию по Гожу, показал вам с высоты птичьего полета город. И, на самом деле, очень классно, что за это не берут деньги, и любой человек может спокойно прийти и посмотреть, насладиться прекрасными видами. И неважно, туристы или поляки. Я теперь понимаю, почему в Гожеве так много велодорожек, потому что очень много велосипедистов. Мне кажется, у каждого поляка есть велосипед. И самое интересное, что даже если у тебя спустят колесо, то ты можешь приехать сюда, к торговому центру. Я думаю, что где-то это еще по городу есть. И здесь есть, стоит специальная такая штука, где ты можешь накачать себе колеса. Ну, разве это не классно? Все делается для того, чтобы ты спокойно путешествовал на велосипеде по городу. А вот оно, кстати, за моей спиной, это смотровая башня. Посмотрите, как она интересно выглядит, как какая-то медуза, что-то такое космическое. Да, это одна из достопримечательностей Польши. Точнее, не Польши, а Гожева. Когда вбиваешь слово Гожев, она сразу выскакивает, моментально. Я все думал, что это такое, что это такое. Думал, может, это какая-то обсерватория. Но нет, это смотровая площадка. Субтитры подогнал «Симон» Ну что, ребята, я провел вам маленькую, но, надеюсь, для вас очень увлекательную экскурсию по городу Гожеву в месте, где я живу, в месте, в котором я сейчас счастлив. И, поверьте, этот город еще изучать и изучать. Я надеюсь, вам было интересно увидеть что-то новое, что-то интересное. Немножко с другой стороны, узнать Польшу. Если вы были здесь, то приезжайте сюда снова. Если вы не были, обязательно посетите эту страну. Любой польский город чем-то интересен. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дневник Беларуса. И на связи я постараюсь как можно больше чего-то интересного для вас снимать. Так что люблю, целую. Всем пока. До свидания. Пока. До свидания. Пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин